Доступная среда, транспортная развязка и возможность на время оставить ребенка с социальными работниками. Вот лишь некоторые темы, которые волнуют представителей организаций, занимающихся с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Найти пути решения помогла глава администрации города Елена Сорокина. В городе инвалидов, вы знаете, больше, чем в любом другом городе. Почему-то так получилось. У нас очень много инвалидов. И поэтому душа-то болит. Очень хочется решать какие-то вопросы. И вот все случилось. Я очень благодарна Елене Брисовне. Думаю, что она сумеет решить многие вопросы. Например, обсудили возможность доехать до второй поликлиники без пересадок, получать льготные условия по карте УМКО не только на инвалида, но и его сопровождающего. Открыть кабинет врача-терапевта в районе, где проживает много лиц с ограниченными возможностями здоровья. А также организовать большее число рейсов муниципального транспорта. Ведь маршрутки не предназначены для перевозки инвалидов. У нас есть муниципальный транспорт. Он для этого приспособлен. Мы готовы по вашему звонку этот транспорт предоставить. Вы говорите, ориентировочно, правильно? Я буду на остановке такой-то, в такое-то время. К вам подъезжает муниципальный автобус или троллейбус. В зависимости от того, какие там маршруты проложены. И вы... А если вот этого всего не случится, я вас очень прошу, позвоните мне, пожалуйста. Активисты отмечают, что в Рязани инвалидов значительно больше, чем в соседних областях. Их насчитывается около 10 тысяч человек. Заболевания самые разные. Они поражают органы слуха, зрения, ограничивают двигательную активность. Одной из наиболее острых тем стала доступна среда. Вот я вижу, в последнее время очень многие магазинчики, даже маленькие, делают полочные. Но далеко не все. Вот даже если две ступеньки, и мы уже не можем туда попасть. Ни инвалидоколясочники, ни мамочки с инвалидами. Это тоже для города это беда. Стоит отметить, что инициаторами разговора стали сами представители общественных организаций. Эту идею они озвучили в октябре на первой встрече главы города с жителями Советского района. И быстро нашли поддержку. Встреча оказалась плодотворной. Часть вопросов удалось решить прямо на месте. Другие были переадресованы соответствующим министерствам и ведомствам.